В Магадане рухнул самолет. На его борту находилось 14 человек. Все живы. В апреле ветеранам Великой Отечественной войны поступят единовременные выплаты ко Дню Победы. Перечислят 50 и 75 тысяч рублей. Старейший детский сад Магадана готовится к капитальному ремонту. По предварительным подсчетам он обойдется городскому бюджету в 80 миллионов рублей. Дома в центре города отключат от воды. Ее не будет 4 часа. Об этом и много в другом. Далее. В Магадане на взлетной полосе аэропорта на 13-м километре самолет Ан-2 совершил жесткую посадку. Воздушное судно набрало высоту 10 метров, после чего рухнуло. Самолет вылетел из Магадана в сторону Симчана. Ан-2 принадлежит золотодобывающей компании Тецимен. На борту находились 12 вахтовиков и два члена экипажа. Все они были доставлены в областную больницу. У пятерых диагностирован компрессионный перелом позвоночника. «Эвакуировали и передали специалистам ТЦМК. Там никто был, не зажат, ничего. Самолет упал, получили травмы. У одного пассажира подотрей на перелом ноги и член экипажа, ну, не ходячий, так скажем». На месте происшествия работали 48 спасателей и 15 единиц техники, 10 бригад скорой помощи. Пилоты направлены на медицинское осветительствование. Следователи начали проверку, возбуждено уголовное дело. Рассматриваются две основные версии произошедшего – техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. В апреле 158 магаданским участникам и ветеранам Великой Отечественной войны начнут перечислять выплаты к 75-й годовщине Победы. Они составят 75 или 50 тысяч рублей в зависимости от статуса гражданина. Единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей получат инвалиды Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители благодного Ленинграда, вдовы и вдовцы военнослужащих. 50 тысяч рублей ко Дню Победы выплатят труженикам тыла. «Приходить в пенсионный фонд необходимости нет никакой. Мы все мероприятия проводим в беззаявительном порядке. Еще раз повторюсь, кто где живет, проживает из наших получателей, какая форма получения пенсии. Все это известно. Уточнять, в принципе, мало что требуется». Если у гражданина есть право на получение выплаты как в размере 75 тысяч, так и 50 тысяч рублей, например, колымчанка является одновременно тружеником тыла и вдовой военнослужащего, то выплата будет осуществляться по одному основанию, предусматривающему более высокий размер. Указ, согласно которому определенные категории граждан получат единовременную выплату к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. В четверг 20 февраля российскую границу закроют для жителей Поднебесной. Ограничения вводятся для туристов, студентов, работников СКНР и лиц, планирующих частный визит. Запрет касается исключительно граждан Поднебесной. То есть, например, находящиеся в Китае европейцы смогут въехать в нашу страну. По данным погранслужбы ФСБ, в 2019 году в Россию въехало более 2 миллионов китайских граждан. По последним данным, в Китае коронавирусом заразились свыше 72 тысяч человек. Жертвами эпидемии стали 1868 человек. Выздоровели более 12 тысяч. В России коронавирус диагностирован у двух человек – в Тюменской области и Забайкалье. Оба они граждане КНР и уже выписаны из больниц. В начале февраля администрация города Побратима Шуань Яшань направила властям Магадана письмо с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом. Мэрия Магадана отправила в Китай гуманитарную помощь – более двух тысяч медицинских респираторов и 200 защитных костюмов. Их приобрели за счет Фонда социального партнерства. Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области берет под свое крыло магаданских коллег. Речь о возможности объединения территориальных управлений шла еще в конце 2019 года. При этом центром должен стать Хабаровск, сообщала пресс-служба ведомства. По словам советника руководителя службы Юлии Милана. Россельхознадзор активно занимается вопросами внутреннего перераспределения нематериальных ресурсов. В частности, мы проводим оценку эффективности работы своих территориальных управлений и, учитывая разного рода нагрузку, как экономического, так и делового характера, принимаем решение о децентрализации или централизации наших представительств в субъектах страны. Немаловажную роль в принятии решений играет сложившийся микроклимат в части отношений администрации регионов к работе федеральных органов власти. В 2019 году руководство Россельхознадзора сменило 11 руководителей территориальных управлений Россельхознадзора. Первый и 45-й детский сад планируется объединить. По словам специалистов, здания дошкольных учреждений построены более 80 лет назад и ни разу капитально не ремонтировались. Мэр Магадана Юрий Гришан посетил объект для оценки предстоящей реконструкции. Работа предстоит очень сложная. Надо сначала провести обследование. Сейчас мы договорились о том, что формируем задание на обследование и подбираем подрядчика, заключаем контракт. Далее делаем проектно-смертную документацию и вступаем. Я думаю, что в течение не менее чем двух лет будет вести здесь работа. Это достаточно сложный объект. Порой проще построить новый, чем отреконструировать, отреставрировать старый объект. Важная задача строителей – сохранить исторический облик строений и сохранить все архитектурные исполнения в виде фресок и фронтон. На реконструкцию двух зданий потребуется около 80 миллионов рублей. В настоящее время учреждения дошкольного образования номер 1-45 продолжат работать в полном режиме до конца февраля. 1 марта 138 детей от 3 до 7 лет переведут в новый 5-й детский сад. В пятницу, 21 февраля, дома в центре Магадана на полдня останутся без воды. Магаданский водоканал с 9.30 до 13.30 проведет ремонтные работы. В это время в домах по адресам проспект Карла Маркса, 31-18, 27 и Ленина, 16, 16А, 18 и 18А отключат холодное водоснабжение. Ежегодно водоканал обновляют около 5 километров трубопровода. Это 200 разрытий. Большая часть из них уже переврезана из этих 5 километров. Ну, я думаю, из 200 разрытий, наверное, может, осталось 50-60. Еженедельно водоканал отключает несколько микрорайонов, о чем жителей заранее предупреждают. Новый в Магадане музей городского быта, бесплатная субботняя экскурсия, обучение более 3000 детей, планы на будущее. Об этом и другом шла речь на встрече мэра Магадана Юрия Гришана с руководством детского экологического центра. На сегодняшний день в ДЭЦе занимаются почти 4000 воспитанников. В учреждении действует 45 образовательных программ. Самый активный день здесь – суббота, когда приходят гости. В детском экологическом центре живут обитатели лесов Африки, Австралии, Южной Азии, Мадагаскара и другие. Каждую субботу мы рады встрече с населением города. Приходят родители с детьми, приходят просто прохожие, гуляющие, допустим, проходящие мимо детского экологического центра. С 11 до 15 часов, каждую субботу, у нас достаточно много людей посещает живой уголок. Для детского экологического центра готов проект нового дома для животных. Живой уголок возведут за счет средств городского бюджета. Это 10 миллионов рублей. Мы сделали проект живого уголка. На территории экоцентра он должен разместиться. Экспертизу прошли, но сейчас нам нужно закончить тоже очень важные проекты, инфраструктурные в городе Магадане. Это в том числе и территория, которая сейчас еще находится у экоцентра. Это Старый Краеведческий музей. Сейчас заканчивается экспертиза на этот объект. И мы должны его до конца года возвести и дальше начать заниматься уже созданием экспозиции в этом здании Старого Краеведческого музея. Как вы помните, это музей городского быта. Ну и потом перейдем сюда с тем, чтобы вот этот блок по экоцентру закончить. В более скорых планах Магаданского экоцентра – освоить компьютерные технологии. Для проектирования и моделирования осталось приобрести партию ноутбуков. Деньги есть. С ними также помог городской бюджет. В Магадане проведут этнический фестиваль «Дзялбу». Ко дню родни, братства и друзей народов Севера, городские власти подготовили целый ряд развлекательных программ. Это выступления танцевальных коллективов, северное многоборье, череда спортивных игр и выставочные ярмарки изделий народных промыслов. В праздники примут участие жители Средниканского района, посёлка Олы, Северовинск, Амсукчана и Магадана. На территории областного центра этот фестиваль «Дзялбу» проводят ежегодно. 28 марта приглашают всех желающих провести выходной день весело и активно. В этом году фестиваль пройдёт уже в третий раз. Два раза мы проводили на разных площадках. С 2016 года фестиваль стартовал на вертолётной площадке. В 2018 мы переехали на Гороховое поле. А в этом году решили вернуться к истокам, к вертолётной площадке за Свято-Троицким собором. Поэтому ждём всех 28 марта в 13 часов на вертолётной площадке. Также в день празднования «Дзялбу» проведут выставку «Парад собак северных пород» и семи полюбившийся городской чемпионат по снежным дисциплинам ездового спорта. Гости угостят национальными венскими горячими блюдами – ухой, шурпой, лепёшками и чаем. Магазин контрактной автозапчасти реализует протестированные автозапчасти для японских автомобилей в наличии от японской компании SMS Export Japan. К приобретаемым вами моторам прилагается видеотест работы двигателя, проведённой японской компанией. Предоставляем услуги автосервиса. Действует гибкая система скидок. Регулярные поступления товара по разумным ценам, по предоплате – скидки. Ждём вас по адресу улица Кужзаводская, 12, во дворе сервисного комплекса «Миля». Телефон 8-914-850-4050. Магаданская филармония приглашает! 9 марта на сцене Муниципального центра культуры популярный певец, актёр, участник шоу «Голос», солист театра «Геликон-опера» Дмитрий Янковский и «Магаданский русский оркестр» с уникальной программой «Не опера, классика вне классики». Билеты продают в МЦК и на сайте филармонии. Справки по телефону 62 60 90, 62 62 51. 21 февраля в Магадане без осадков. Температура воздуха ночью от 20 до 25 градусов мороза днём 17-20 ниже нуля. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. Ветер западный 1,3 м в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепёж в ассортименте. Осуществляем достатку по звонку. Телефон 63 66 92. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok